вебинара, вот она включена, и запущу демонстрацию экрана. И начнем наше обучение. На прошлом вебинаре мы говорили о различных теориях диетологии, и я некоторые вопросы задавал вам по этому поводу. Для чего это важно? Для того, чтобы можно было достаточно быстро просканировать и свой собственный рацион, на что он направлен, и каким теориям предпочтительно сейчас соответствуют рационы наших друзей, знакомых и родственников, потому что для многих людей это вообще дремучий лес, что есть какие-то теории диетологии, что есть у них какая-то история, для чего-то они придумывались. И только уже задав вопросы на эту тему, можно развеять очень многие мифы, и для тех людей, которые находятся в поиске, поверьте, для них это будет палочкой-выручалочкой. То есть они начнут задавать вопросы, а действительно ли те паттерны, те рекомендации, те какие-то законы питания или даже пусть очень сильно уверенный диетолог глаголит, декларирует что-то, действительно ли это то, что нужно мне сейчас. И разница в диетологических подходах базируется на различных фундаментальных принципах диетологии. То есть какие-то из них просто рассчитаны на коррекцию фигуры, либо же на поправку какого-то конкретного состояния со здоровьем, то есть это может быть уровень каких-то веществ, там того же сахара, холестерина, либо же еще состояние каких-то желез, когда рекомендуют конкретные дозировки каких-то веществ в комплексе с лекарствами. Это немножечко не вписывается в теорию диетологии номер четыре, которая предназначена для того, чтобы обеспечить максимально эффективное функционирование и адаптация организма к окружающей среде. Я поддерживаю руками и ногами, как говорится, все эти теории, как возможные. И просто-напросто рекомендую расширять свои взгляды и просто понимать, что очень многим людям нужна помощь в том, чтобы разобраться, нужно ли считать калории, настолько ли важны белки, жиры, углеводы в употреблении, подсчет их и так далее. И сегодня мы будем говорить об этих моментах. Кстати, несколько примеров я вам приведу. Опираться мы будем в том числе и на сравнение. И вы убедитесь на примере, например, жиров и белков, если мы успеем разобрать эти примеры, почему теории диетологии все до четвертой, они не могут помогать нам оздоравливаться максимально. Изменить в какую-то степень состояние нашего организма могут, там, урезав калории, да, мы можем добиться на определенное время состояние, скажем так, дефицита калоража, к которому организму нужно адаптироваться, и за это время человек увидит изменение в весе, потому что вот это вот состояние адаптации, оно может продлиться там несколько недель, какому-то организму может понадобиться и несколько месяцев, но это однозначно произойдет. И это объясняет, почему всевозможные диеты, основанные на калораже и БЖУ, дают временный результат. Но мы к этому еще вернемся. Так вот, в прошлый раз мы остановились на слайде, который я обещал сегодня на этом вебинаре прокомментировать, и начну с него. Когда мы говорим о метаболизме в кишечнике, мы подразумеваем, понимаем, что там всегда идут процессы катаболизма, то есть расщепления более сложных чужих, чужеродных белков, чужеродных жировых комплексов, которые в животном мире выглядят в виде холестерина, а в растительном виде – в виде жирных кислот. еще раз тоже, может быть, кому-то будет интересно среагировать правильно. Если вы на банке с растительным маслом видите большими буквами без холестерина, то вы понимаете, что это просто фейк. Почему? Потому что в растительном масле не может быть холестерина, потому что растения не синтезируют холестерин. Холестерин синтезируют только в животном мире, и то только определенные виды, точнее, большинство млекопитающих, кроме китообразных. А рыбы, например, они тоже не синтезируют холестерин у себя. Поэтому есть определенная разница. Но мы об этом еще немножечко поговорим. Для того, чтобы обеспечить эффективный метаболизм в нашем желудочно-кишечном тракте, есть рекомендации употреблять белковые продукты, так как они самые, скажем так, комплексные, что ли, тяжело. На них больше всего нужны энергии для того, чтобы их разобрать на запчасти. И утилизация продуктов катаболизма этих веществ требует также больше всего ресурсов организма. Поэтому они считаются такими сложными. Тем более, есть определенная среда в желудочно-кишечном тракте, кислотно-щелочная, на различных этапах она различна. И когда мы сейчас будем говорить с вами о ферментах пищеварения, то вы поймете, что если мы смешиваем, например, простые углеводы в виде крахмалистых продуктов, те же самые макароны с рыбой, либо же с сыром, то мы организму даем, точнее, желудочно-кишечному тракту даем несовместимые задачи. Ну, он-то с ними разберется. Но почему они несовместимы? Потому что для катаболизма углеводов нужна активность фермента амилазы, который эффективен в щелочной среде, более щелочной. А для разборки и подготовки белков нужен фермент протеаза. А он как раз работает больше в кислой среде, если мы говорим о эффективном катаболизме. И как раз в желудке из-за того, что у нас среда максимально кислая, это необходимо для того, чтобы подготовить белки. Но есть еще определенная функция у кислотно-щелочной среды желудочно-кишечного тракта, и она разделена на уровни для того, чтобы выполнять одну из самых важных для нашего организма в плане адаптационных особенностей функцию. Она называется защитная. И я сейчас об этом более подробно поговорю. Поэтому, что касается рекомендаций, для того, чтобы обеспечить эффективность пищеварения, максимальную эффективность, понятное дело, что всегда будет определенной погрешности. У кого-то ферментативный склад более активный, ферменты более активны. У кого-то уже есть определенный уровень токсикоза, определенный уровень деструкции слизистой оболочки, ЖКТ, которую нужно восстанавливать, и на это тоже нужно время. У нас всегда эффективность переработки пищеварения, скажем так, в скобочках, он будет отличаться. У кого-то он будет более эффективный, у кого-то менее. Мы всегда говорим о состоянии и говорим о тех ритуалах, которые могут нам помочь улучшить это состояние. Поэтому ритуалом для того, чтобы улучшить процесс пищеварения, является размещение продуктов в тарелке согласно рекомендациям Института оптимального здоровья. То есть мы с вами совмещаем белки, которые подразумеваются комплексные белки, максимально белковые продукты с овощным арсеналом. Видите, единственная синяя стрелочка от белков. Понятное дело, что белковые структуры есть и в брокколи, и в моркови, и в грибах. Но это все растительного происхождения белковые структуры. Поэтому они сами с собой комбинируются хорошо. И небольшой процент белков есть у нас, конечно же, во фруктах. Есть белки у нас в злаковых тоже. И есть очень богатые белками злаковые. Как вы видите, рекомендация употреблять злаковые также с овощами. Вот поэтому, если мы хотим покушать злаковых, то лучше всего их кушать с овощами. Если мы хотим покушать белки, то лучше всего их кушать с овощами. Если мы хотим покушать фрукты, то их, если мы употребляем большую часть фруктов, вот у нас фрукты, то немножечко мы можем добавить туда Но не наоборот. И это достаточно важно. Почему? Потому что есть определенная степень еще и не только энергозатрат, но и временных затрат. То есть степень затратности времени на обработку белков намного выше, чем на обработку, например, углеводов. Даже пусть самых-самых сложных. Потому что желудок, получив углеводистую составляющую в виде овощей, фруктов, например, из лаковых, он их недолго будет держать в желудке, он их отпустит дальше в 12-перстную кишку, где больше щелочной среды. И это ускорит процесс пищеварения. Но если мы вместе положим белки комплексные, например, яйцо и те же самые макароны, то в то время, как будет происходить обработка белков, что будет происходить, ну, несколько часов они будут находиться в очень теплом месте, в кислотной среде, то сами по себе крахмалистые вот эти вот белковые структуры и углеводистые составляющие сложных углеводов, они будут тормозить этот процесс, сами не будут, они будут только частично обработаны. И будут ждать своей очереди до тех пор, пока этот процесс весь продлится. Поэтому, если вы употребляете, например, овощи, то с ними вы можете скушать там то же самое яйцо. Если вы употребляете злаки, то вы их съели, и рекомендация где-то там через час, например, употреблять какие-то белковые продукты. Вопросы можете писать мне в чате, либо же потом дальше, кто будет смотреть запись этого вебинара в комментариях. Давайте будем разбирать дальше. Напомню, не будем углубляться в подробности, напомню всего лишь то, что нам нужно обратить внимание. Нам нужно обратить внимание в пищеварительном тракте, что есть определенная кислотность, о которой я уже говорил, и это достаточно важно. То есть, если у человека возникает изжога и ощущение отрыжки кислотности в пищевой, в ротовой полости, в верхних отделах пищевого конвейера, то это говорит о том, что верхние сфинктеры желудка, они недостаточно эффективно работают. Это может быть связано с различными состояниями от психосоматических до деструктивных уже повреждений верхнего клапана желудка. И об этом мы будем говорить немножечко дальше. Также на кислотность, повышенную кислотность в желудочно-кишечном тракте может влиять и состояние толстого кишечника. И об этом мы также будем говорить в разделе токсикозов. И почему они возникают? Мы постоянно будем затрагивать тему желудочно-кишечного тракта и особенно толстого кишечника как направляющий в пищеварительной системе. И метаболизме не только кишечника, но и метаболизма всего организма. У нас в ротовой полости очень активно два фермента. Это амилаза и это лизоцим. Я дальше об этом немножечко больше поговорю. Здесь преимущественно больше щелочная среда, потому что лизоцим – это фермент белковой структуры, который эффективно противодействует вирусам, бактериям и грибкам. То есть это универсальный инструмент иммунной системы, который в закисленной среде будет неэффективен. Вот почему работает полоскание соды и солью. Когда у нас возникает воспаление какое-то, мы полощем. Это очень сильно активирует лизоцим. Если у человека нарушен белковый обмен, то ему и полоскание не помогут, потому что у него сам по себе лизоцим малоактивен, либо же его просто недостаточно из-за того, что у человека собственный белок метаболизирует очень медленно. Об этом немножечко дальше. Также активна амилаза – это фермент, который обрабатывают углеводы. Почему это важно? Потому что для адаптации млекопитающего, особенно для нас с вами, получение простых углеводов как энергетической составляющей прежде всего очень важно. Почему? Потому что если у нас закончится гликоген, закончится глюкоза в крови, то мы перестанем двигаться, потому что наши мышцы будут испытывать недостаток энергии. И значит, мы с вами не сможем адаптироваться к окружающей среде. У нас она происходит через передвижение, локомоцию. Поэтому долго жуя даже капусту, мы сможем получать энергию. Почему? Потому что амилаза сможет растворить до какого-то уровня полиполиполисахариды и получить небольшую дозировку глюкозы. Ну, имеется в виду, долго жевать это может быть около минут 5-10, ну 5-10, не 50. В отличие, например, от того же яблока, из которого мы очень быстро начинаем получать составляющие энергетические, потому что амилаза очень быстро разбирается с моносахаридами, которые находятся у нас в яблоке. Даже с дихсахаридами. И поэтому можно запросто очень активненько пережевывать яблоко и при этом уже чувствовать прилив энергии. Можете провести даже эксперимент. Насыщение придет к вам даже от того, что вы в течение нескольких минут начнете жевать яблочко, либо же ту же морковочку. Вы почувствуете, что организм вам скажет, что поступили пищевые элементы, поступила энергия, и мы начинаем насыщаться. То есть это один из элементов насыщения. И когда, естественно, организм требует поесть, он может требовать энергии из продуктов питания. По нескольким причинам это может быть. Одна из них – это у человека очень низкий уровень газообмена, и кислорода недостаточно в клетках. А на это может быть несколько причин. И даже избыток глюкозы, который есть в организме, не используется клетками для преобразования его в энергию. Потому что только благодаря кислороду это может происходить. Если нет кислорода, нет трансформации глюкозы в гликоген, в АТФ, точнее АТФ, точнее гликогена в АТФ. И человек, употребляя даже очень много углеводов, будет чувствовать все равно усталость и будет все равно хотеть углеводов, потому что у организма это защитная реакция. Что вот у нас недостаточно чего-то. И это уже забота самого владельца этого тела разобраться. В хорошо ли он проветриваемом помещении, что у него по железу в рационе, какой у него метаболизм белка, как работает его биом в желудочно-кишечном тракте и другие составляющие. Об этом мы поговорим с вами в теме газообмена. Возвращаясь к желудочно-кишечному тракту. То есть первая задача обработки не только измельчить, потому что да, это важная задача, но нужно измельчить и обработать слюной, чтобы работать начала прежде всего ферментативная группа иммунной системы, это лизоцим. Почему вот, например, животные нас постоянно хотят облизать, потому что у них он очень активен. Мамочки все время хотят поцеловать своих любименьких, потому что это наша генетическая запрограммированная потребность. Обезопасить, обработать рамку, полизать и так далее, и так далее. Это очень важный момент. Даже если мы говорим об интимных отношениях, то если мы любим человека, то для нас вообще не проблема целовать его где угодно. Это первое, это, соответственно, наша забота о нем, желание позаботиться обработать лизоцимом, ну и, соответственно, своя безопасность. Особенно это важно для женщин. Давайте будем продвигаться дальше. В желудке у нас, соответственно, кислая среда для активности протеаза. Дальше у нас в тонком кишечнике, в 12-перстной кишке и в тонком кишечнике у нас вот в этом месте начинает изменение активной среды. Для чего? Потому что на выходе из желчных протоков и поджелудочной железы, выделяясь ферменты в тонкий кишечник, они начинают эффективно уже дорабатывать, обрабатывать вещества, которые поступили у нас с нашей пищей. И начинается процесс всасывания в конечных отделах тонкого кишечника, а в начальных отделах происходит активная обработка ферментами. И в толстом кишечнике у нас преимущественно щелочная среда. Опять же, для эффективной активности бактерий, которые будут разбираться с той клетчаткой, которая быстренько проходит у нас отдел ротовой полости, желудка и попадает в 12-перстную кишку. Там обрабатывается в щелочной среде еще дополнительно амилаза и поступает в толстый кишечник. Для того, чтобы там доработать эту клетчатку, вот эти полиполиполисахариды уже максимально получить из них полезных веществ, а самое главное накормить биом, и этот биом будет заниматься пищеварением этой клетчатки, так как он будет получать оттуда полезные вещества и биом, нам будет синтезировать необходимые элементы вещества, начиная от энергии дополнительной в виде алкоголя, например, либо же молочной кислоты, и заканчивая витаминами, гормонами, которые очень важны для нас для формирования, ну, прежде всего, и психосоматических состояний, и гормонального баланса, и многих других аспектов. Но об этом мы немножечко дальше поговорим. Так вот, напомню еще раз, что пищеварение – это вот это переваривание, да, это катаболизм. Видите, пришли сложные чужие комплексы, вот, например, белок пришел, его нужно разобрать на более простые комплексы пептиды и аминокислоты, убрать необходимые продукты расщепления, распада, то есть провести детоксикацию, всосать необходимые вещества, а перед этим всем, естественно, выделить ферменты, которые смогут вот эти катаболитические процессы все произвести. Поэтому слизистая кишечника в течение 48 часов максимум обновляется, потому что бесконечный процесс катаболизма для организма, он, ну, является, скажем так, аварийным. То есть нужно быстро-быстро обновлять слизистую, потому что вся патогенная флора, вирусы, бактерии, вот все, что может в процессе пищеварения попасть к нам в желудочный, кишечный тракт, ничего этого не должно, ничто это не должно задерживаться долго. То есть поэтому такая эффективность. Ну и очень быстрый метаболизм. То есть представьте, если кусок мяса положить, например, на, даже на солнце, то он будет разлагаться, то есть бактерии его будут катаболизировать намного дольше, чем это происходит у нас за несколько часов в желудочно-кишечном тракте. Вы представляете, насколько быстрый метаболизм у нас должен быть в кишечнике? То есть это целый реактор работает. И поэтому мы нагреваемся, мы чувствуем такое, ух, там даже пот может прошибить, когда мы очень плотно поели. Потому что организм охлаждается с помощью пота, потому что температура в реакторе, в желудочно-кишечном тракте, естественно, на севере люди используют это как обогрев. То есть они едят очень много продуктов с очень мощным энергетическим выхлопом. То есть это все продукты, особенно животные жиры, обладают очень высоким энергетическим потенциалом. И если вы живете при температуре минус 10 в чуме, то вам растительные жиры не помогут обогреться. А только животные жиры помогут обогреться. Поэтому они там употребляют очень много именно животных жиров. Из-за того, что у них расход калорий, калорийности свыше 10 тысяч для того, чтобы обогреть себя. И понятное дело, что у них нет определенных проблем с холестерином, но у них есть другие особенности со здоровьем, касающиеся онко. Почему? Потому что кето-диета, которая не предусматривает четвертой составляющей, то есть обогащение рациона фитофакторами, антиоксидантами в больших количествах и питанием для биома, то могут возникать некоторые причины, сформироваться некоторые причины для новообразований. Об этом мы будем говорить с вами в отдельном вебинаре, где мы поговорим о теориях возникновения новообразования. Их тоже несколько. Но давайте будем продолжаться дальше по нашему с вами ЖКТ. Вы сможете дополнительно изучить для себя, Google вам может в этом помочь, более глубоко изучить функцию амилазы, все, что касается обработки протеаз, это пепсин, например. Пепсин – это один из ферментов. Липазы. Вот, например, трепсин. Пепсин, трепсин – это различные виды ферментов, которые присутствуют в различных отделах желудокишечного тракта, которые могут по-различному воздействовать на белковые структуры. То есть трепсин, он более эффективен, если он выделяется поджелудочной железой, то он более эффективен в кислощелочной среде, то, например, пепсин, то он более активен в среде кислой. И в нашем организме очень сбалансированы эти элементы. Представьте себе, что если в толстом кишечнике, как вы видите, ферментов пищеварения в толстом кишечнике не вырабатывается, потому что они там уже не нужны. Но представьте себе, что кислотность толстого кишечника смещается в сторону закисления, когда там происходят процессы накопления продуктов детоксикации. Точнее, продуктов токсикации. И нарушение перистатики, нарушение движения по толстому кишечнику. Толстая кишка может очень сильно растягиваться. Первая ее цель, конечно же, это задерживать клетчатку, задерживать грубую клетчатку для того, чтобы бактерии с ней дорабатывали. Ну, назовем это так условно, потому что это пища для нашей синергичной флоры. И если рацион человека очень беден пищевыми волокнами, либо же у человека есть определенная уже стадия дисбактериоза, то у него размножается патогенная флора, и кислотность смешается в сторону кислой. Это будет влиять на кислотность в тонком кишечнике. И постепенно, в течение нескольких лет, некоторые люди живут с токсикозом десятилетиями, меняется кислотность всего тонкого кишечника, несмотря на то, что он несколько метров в длину. И, конечно же, активность ферментов, пищеварения, она сводится к нулю. И человек не может усвоить, то есть он-то ест, он может есть очень много, но его пищеварение, пищевой конвейер, метаболизм пищевого конвейера сдвинут в сторону катаболизма тотально. То есть это не тот катаболизм, который продуктивный, потому что может же происходить бесконечный процесс гниения, а гниение не подразумевает конструктивный катаболизм, то есть это когда контролировано под воздействием ферментов, крупные молекулы разбираются на мелкие, и происходит активный процесс всасывания. Представьте себе, что всасывания не происходит. Представьте, что продукты просто находятся в этих 8 или 10 метрах при температуре 40 градусов, и они там просто-напросто находятся. То есть происходят процессы катаболизма под воздействием температуры, частичное происходит всасывание, а в толстом кишечнике вообще продукты пищеварения пищеварения могут находиться годами, превращаясь в каловые камни и так далее, вызывая потом, соответственно, процессы новообразований. Поэтому если у человека есть уже какая-то фаза дисбактериоза, можно предположить, что его и пищеварение будет нарушено, то есть пищевой конвейер будет работать неэффективно. И забегая немножечко наперед, у нас будет отдельная тема по витаминам, минералам, коаферментам, фитофакторам и так далее. Если у человека есть потребность обогатить свой рацион дополнительно, согласно четвертой теории диетологии, предположим, ему нужно больше витаминов группы В, ему нужно больше минералов, потому что у него повышенная эффективность, повышенная эффективность и есть повышенная эффективность физическая, и у него достаточно большой расход минералов, много потеет, либо же он употребляет очень много продуктов кислотных, и нужно выравнивать кислотно-щелочное равновесие, или у человека очень стрессовая работа, естественно, которая также требует большого расхода минералов. И человек начинает их употреблять дополнительно. Так как самая эффективная сасываясь минералов у нас происходит в толстом кишечнике, представьте себе, если она там не происходит. То есть человек употребляет дополнительные продукты, а улучшений он не наблюдает, либо если и наблюдает, то очень слабо выраженные. И он может сетовать на качество продуктов, что ему некачественные витамины, например, предложили, или еще что-то. А на самом деле у него серьезные вопросы уже возникли с метаболизмом в желудочно-кишечном тракте. То есть пищевой конвейер не справляется с задачей. Это представьте все равно, что привезли материал на завод, на фабрику, на лесопилку, а там вообще не работают станки. То есть заехало бревно, его там порубили кое-как, досок не сделали, и вот там куча опилок, чего попало, материала нету никакого. То есть заезжает бревна, выезжает стружка, но нету никаких продуктов, нету досок, нету, соответственно, никакого ламината там, нету того же паркета, никаких изделий не изготавливается, потому что станки сломаны. И такое может быть с пищеварительным трактом, с пищевым конвейером. Отсюда и пищевые аллергии, потому что дырявый кишечник, он приводит к тому, что недопереваренные протеины, недопереваренные пептиды попадают в кровь и, соответственно, вызывают аллергическую реакцию, потому что для того, чтобы у нас белковые структуры, вот те же самые пептиды, аминокислоты, они стали нашими, вот аминокислотные группы, пептидные группы, они должны объединиться с белками-альбуминами и транспортироваться. То же самое касается и жирных кислот, и глицерина. И если попадает комплекс, который не может вступить в реакцию с альбумином, потому что он очень огромный, то есть это недопереваренные куски, они токсичные, попадающие в кровь, они вызывают аллергическую реакцию. И люди сейчас пишут огромные списки, у меня аллергия на то, у меня аллергия на это. Может быть вопрос в том, что у человека нету достаточной восстанавливаемости слизистой, хотя бы для начала этого. Нету достаточного метаболизма белка, потому что пищевые ферменты и ферменты, которые отвечают за транспорт в крови, это все белковые структуры. И мы сейчас будем об этом говорить с вами. Ему нужно поработать над этим, этому человеку. А он, соответственно, использует инструменты скорой помощи, которые не приведут никаким обстоятельствам улучшающим. Потому что человеку, если у него нарушено пищеварение, ему пропишут в аптеке амилазу, трипсин, липазу дополнительно, если у него нарушен метаболизм собственных белков и синтез этих веществ. Ему каким-то образом попробуют в эти же медикаментозные составляющие пихнуть вещества, которые в дозировке огромной этих ферментов, которые будут сопутствовать изменению кислотности и каким-то образом заменять эти ферменты. То есть некоторые функции белка пытаются заменить, но это не ведет к адаптации организма. То есть это полная зависимость уже от фармпрепаратов, которая, к сожалению, сейчас очень распространена. Ну, к сожалению, для кого-то это действительно бизнес, и я ничего не имею против, бывают состояния, в которых действительно это необходимо. Когда у человека там серьезная травма, когда у него возникли обстоятельства, в которых он срочно требует помощи. Там, например, шоковое состояние, у человека остановился весь желудочно-кишечный тракт, ему необходимо с помощью капельницы ввести какие-то уже растворенные аминокислоты, ту же самую глюкозу или еще какие-то вещества, то, естественно, это необходимо. Но если человек для себя считает нормальным употреблять пищевые усилители, тот же самый фистал и еще что-то, то это алярм. Ну, то есть это сигнал к тому, что через несколько лет, ну, максимум, там, пять-семь лет у человека будет это состояние усугубляться. И он просто не будет получать никаких питательных веществ. Они будут сведены на минимум. Максимум, что это будет амилаза, человек будет получать глюкозу и, соответственно, как на дрожжах будет увеличиваться в размерах. Тем более, это то, что организм может сделать, это накапливать жиры, накапливать энергию, если у него недостаточно хоть какого-то одного элемента. И почему очень важно нам помогать эффективно работать всем отделам желудочно-кишечного тракта? Потому что они взаимосвязаны. То есть, если происходит застой желчи, а он происходит обычно, если человек не употребляет пищевые волокна, почему идеальным считается биомный ужин? Не только покормить биомный, это называется состоящий из клетчатки. Не только потому, что он улучшает перистатику и кормит бактерии в кишечнике, а потому, что он стимулирует выделение желчи. То есть, не будет застоя желчи в желчевыводящих путях. И это первое, что рекомендуют делать для тех людей, у кого есть какие-то намеки на затруднения выделения желчи, на какие-то намеки на желчекаменную болезнь и так далее. То есть, это помочь стимулировать желчный пузырь и чтобы не было застоев желчи. конечно же, желчь сама по себе выполняет очень много функций, как вы можете видеть здесь на этом слайде. И эти функции очень взаимосвязаны в общей картине пищевого конвейера. Когда мы подходим ближе к толстому кишечнику, то мы понимаем, что бактерии, которые там обитают, они могут диктовать определенные условия, необходимые им для существования. И в зависимости от того, что это будут за бактерии, мы знаем из книги, если еще кто не прочитал, рекомендую «Очаровательный кишечник», что 90% информации из толстого кишечника поступает в головной мозг в виде сигналов о том, кто живет в толстом кишечнике. То есть, перепись населения бактерий, потому что они были туда заселены с целью быть полезными бактерии, которые будут синтезировать для нас витамины, вещества, необходимые нам коферменты, те же самые улучшающие состояние крови, синтез крови, тромболитическую ее активность и так далее, и так далее. И вот иллюстрация связи головного мозга и кишечника. Сейчас мы знаем о том, что есть у нас условно называется это биом, биом, мозг, который выделяет определенное количество гормонов. И мы знаем, что наш с вами организм с помощью желез выделяет где-то около 100 тысяч различных элементов, веществ, видов, соединений, которые могут запускать определенные процессы метаболизма. Ну, назовем их гормонами. То в бактериальном мире, если в совокупности взять все бактерии, которые живут у нас в нашем организме, то гормонов получается втрое больше. И вопрос в том, насколько синергичная флора, насколько полезны нам будут эти элементы, эти вещества, потому что тот же самый серотонин и виды гормонов, которые помогают нашей парасимпатической системе, отвечающей за покой и баланс эмоций, он выделяется как раз бактериями, которые живут у нас в кишечнике. Сейчас может остановиться запись вебинара. Мне нужно будет перезапустить и проверить.